Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Инна Судакова. Посмотрела я ее два вчерашних влога. И, признаюсь, первый я не смогла досмотреть до конца. Это где она валялась в кровати со свечками. И я остановилась и закрыла на крестик, где она запаковывала грязное белье в стиральную машину. Она вышла, постояла на балконе, говорит, я голюхонькая, я голюхонькая. И когда она запихивала это белье, ребят, это отдышка, это что-то. Прикиньте, это она только встала. Ведь она ничего не делала. Встала, посмотрела в кастрюлю, где у нее там курица кипела. Ну, правда, вот это вот просыпание у нее было это для съемок, да. Проснулась она давно, просто завалилась в кровать, закрутилась. И якобы это она так просыпается, потом свечи она зажигает прям. Только-только вот. День якобы показывает от начала самого, как она в кровати валяется. Ну и вот что она, скажите, сделала? Абсолютно ничего. Вышла на балкон, тыкнула пальцем на одно полотенце. Второе, говорит, я голюхонькая. При этом вылезла, вынырнула на балкон. Всем показалось, да. Ну и дальше же она почухала в ванную, чтобы запаковывать эту машинку грязным бельем. И когда уже насыпала порошок, ребят, это ужас, какое дыхание. Ничего не делая и прям задыхаться. Ну да, Судакова. И ты говоришь, что ты счастливая, тебе там все должны завидовать. Врагу не пожелаешь такой одышки. Кошмар, бабе сорокет. И так дышит. Это трындец. Причем ничего не делала. Абсолютно ничего не делала. Встала, кастрюлю проверила. На балкон сходила. И нагнулась всего лишь несколько тряпок в машинку закинуть. И все. Ей уже пришел трындец. Уже стоит. Этот порошок мимо насыпает. Слушайте, такое чувство, как будто она вагон разгрузила. Вот это здоровье. Вот это мы должны завидовать. Тьфу, блин, ребят. Ужас. Ну, что она еще там дальше показала? Показала, что там она где-то капнула курицей. Курица там у нее варится. Все. На этом я закончила смотреть. И уже продолжила со второго видеоролика. Ну, а там все одно и то же. Дела сделала. Кастрюлю открыла. Там уже супец, да. Суп прям наваристый. Шикарный. И салат настругала. Яйца отварила. Добавит в салат. Показала немытую посуду в умывальнике. Мусорка, которая может там протечь. Надо срочным образом вынести мусор. Слушайте, она ее ухватила или не ухватила. Или забыла. Ну, и, значит, такой, ребят, смех берет у меня. Судакова считает, что если она приготовила суп, она такое великое дело сделала, что приготовила пожрать. А ничего, что в этом возрасте и женщины готовят каждый день не только суп, но и второе. Рядом есть любимый мужчина, любимые детки и идиллия. А не подрабатывать иногда наездницей, если захочется, да, рабочей лошадке подпустить наездницу. Вообще-то, есть ли это лошадка, на которой Инка там работает наездницей? Ну, мы понимаем, ребят, что это вымышленная лошадка, вымышленный тортик, пирожок и прочие. Ну, пусть пофантазируют, пусть пофантазируют. Она хоть сама будет верить в то, что она кому-то нужна. Мне иногда кажется, когда она фантазирует, она сама верит в это. Ну, люди, у которых с кукухой проблема, у них свои определенные фантазии. Вот она счастливая, да, она улыбается, у нее счастье. И одновременно у нее может истерика тут же приключиться, да, и тут же она может ржать, как идиотка. Ну, это нормальное явление для таких, как Инка. Тут и алкашка задействована, и психоз, и одиночество. Все в одном. Ну, и почухала на море. Целый видос шла на море. Целый видос. Это одышка. И как у меня на ускоренном топ-топ-топ-топ-топ. Так быстренько получается. Так смешно. Ребят, поставьте когда-нибудь на скорость двойку. Особенно, когда она к морю близко уже подходит. И когда по этому песочку чухрит. Только и слышны ее шажочки. Ну, и, значит, как всегда, опять флаги. Тут что-то намечается. И красную дорожку постелили. А тут магазины картины продают. И две с половиной тысячи лир. А это так дорого. А вообще это что за цена? И дальше она там что-то в рубли переводит. Ну, всякую чушь, как всегда, несет, пока идет на море. На море две минуты. И на этом все. Ну, правда, здесь она на море толком и не побыла. Причухала на море. И давай снимать весь пляж. Ну, и поэтому неудивительно, что когда-то засняли Судакову, ее маму. Да. И Иришку засняли. А как она хотела? Она всех кругом снимает. Да. Камерой водит по всему пляжу. Можно подумать, кому-то хочется попасть в кадр к Судаковой. Вот так и ей подфартило, что и она в кадр попала. Так что это нормальное явление Судакова для тебя. Благо папарацци не ходили следом за тобой каждый день, дабы тебя поснимать. Ну, а вообще, что ее снимать, ребят? Ну, что ее снимать? Больно надо ее снимать. Мы и так ее каждый день видим. Ладненькую, потненькую. Да. Говорит, это все, говорит, потное. Говорит, это все приду и в машинку заброшу и все это дело постираю потом. Да, потому что у нее сушится все вонючее, потное на стульях. Такая вот у Судаковой жизнь. Веселая, когда есть алкашка, и скучная, когда ничего нет. Но когда вдруг где-то халява какая-то намечается, она тут как тут. Что-то как-то она с подружайкой этой новой не встречается. Как с Темкой, так тусовалась чуть ли не каждый день. С Ленкой тоже. А это какая-то новая, которая ей халяву подогнала. Что-то как-то необщительное уж. Ну, либо она просто, наверное, на халяву Инку не поет и не предлагает. Поэтому Инка с ней и не тусит. Ну, или не охота Инке в этой компании находиться. Ну, или наоборот. Хотя, вы знаете, по общению что одна, что другая, ну, просто одинаковые. В общем, ребята, опять ни о чем. Снимать ей нечего. Друзья все поразъехались. Остается только ей стремить в одиночестве с алкашкой, да, на пару. То есть с бутылкой, с бокалом. Ну, и остается только показывать, как она валяется в кровати с этими свечками. Да, всем рассказывать, что она галехонькая ходит. И при этом задыхаться. Кстати, на море шла тоже. Пыхтела просто как паровоз. Так и хочется сказать, как написали в комментариях. Только добавить. И покатилась одышка на море. Покатилась. Добавить от себя. Кстати, когда она шла на море, она что-то как-то там фокусировала и снимала солнце. И говорит, оно круглое такое на камере. Судакова, ты что думала, что солнце квадратное? Такое же, как и ты? И прикиньте, ребят, до сорока лет баба дожила и не знала, что солнце оказывается круглое. Она, наверное, пока до сорока лет дотянула, да, доросла. Наверное, только бутылки изучала с алкоголем. И больше ничего. И считать-то она разучилась. Уже разучилась переводить в рубли лиры. В общем, тупеет, тупеет Судакова не по дням, а по часам. Мои хорошие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии. Оставляйте свое мнение. Но я хочу напомнить, что это лично мое мнение. И я его никому не навязываю. На этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok